МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы можете отправить письмо на наш электронный адрес или по номеру телефона. Мы постараемся вам помочь. Здравствуйте, дорогие гости. Я вас приветствую в нашей программе службы спасения семьи, где мы каждый день пытаемся помочь тем, кто к нам обращается с проблемами. Вот у нас сегодня Елена. У Елены дочь попала в очень сложную ситуацию. Оказалось, в так называемой секте аниме. Вот для меня, например, было откровение, что, оказывается, и такие секты у нас существуют. Теперь раньше это называлось субкультурой, а теперь даже секты. Елена, расскажите, что произошло? Добрый день. Ну, на самом деле, не совсем секту. Она через аниме, да, как попала в деструктивный контент, в который вовлекают детей, это какие-то соцгруппы, да, в определенных чатах, всеми известны, да, где детям через нейролингвистическое программирование навязывают, да, какие-то свои установки, да, дают такие мини-задания, да, и дети начинают меняться, да, начинают красить волосы, прокалывают, да, там, уши, нос, пирсинг, начинается полное непринятие себя, да, начинаются конфликты в семье с родителями, и как раз в этих группах люди взрослые, да, которые скрываются за аккаунтами детей, активно поддерживают в эти сложные моменты, да, как раз когда идет конфликт интересов между родителями и ребенком, они поддерживают их и говорят, что, да, там, не переживай, в нашей семье такая же ситуация, да, и мы готовы тебя поддержать, да, это такие некие задания. Потом это заканчивается, все очень печально, да, это прям такая философия, да, идет, где идет именно депрессивный контент, да, и это все приводит к самоубийствам. И на сколько дочь Рилина? Сегодня исполнилось 13. Сегодня 13 исполнилось. То есть она вот такая юная девочка, уже втянута в эту деструктивную организацию. А как это начиналось? Вот как вы заметили, что что-то она стала меняться? Ну, на самом деле, изначально я не придала значения, да, сильно, потому что она познакомилась с девочкой из Дагестана, с которой они стали дружить в переписках, потом эта девочка переехала в Москву, мы даже встречались с этой семьей. И я как бы не видела в этом ничего плохого, да, но после мой ребенок начал меняться, да, я стала видеть, как она, ну, стала меняться внешне, да, но мы всегда с ней это обсуждали, и я как бы в принципе всегда воспринимала это ее как, ну, как через творческую личность, да, раскрытие себя, это подростковый переходный период, поэтому как бы мы с ней обговаривали это, да, впереди школы, да, но вот летний период я как бы позволяла ей там, да, как и многие мамы, да, покрасить там, допустим, где-то какие-то прятки, это некритично. Потом я стала замечать, что у ребенка идет полное непринятие себя, да, ну, ей не нравилось свое тело, да, своя фигура, и как следствие в один момент просто пошли какие-то конфликты в семье, да, она пыталась, ну, быть самостоятельной, искала встречи с этими друзьями соцсети наедине, на что, конечно же, она получала запрет с моей стороны, да, я говорила, что мы можем поехать, ну, в рамках, да, это чтобы я присутствовала, на что я получала категорическое нет. И в один день мой ребенок пропал, вот, нашли ее в другом конце Москвы, это в трех часах езды от нашего дома, да, и вот это был такой спусковой сигнал, после которого я забрала у нее телефон, да, начала читать все эти переписки, контенты, и была в диком ужасе, да, потому что это фейковые аккаунты, да, за которыми скрывались, на самом деле, это взрослые люди, да, потому что весь смысловой текст, вся постановка, да, знаков припинания, да, но это явно не ребенок писал, да, 12 лет, соответственно, я начала копаться в этой теме, но огласки этому не придавала, да, среди своих друзей и близких, до того момента, пока ее, как раз одна из ее подруг, с которыми она также общалась в соцсетях, не закончила жизнь самоубийством, эта история, ну, там, нашумела в интернете, да, и я просто решила поделиться, поделиться, да, в соцсетях этой историей, и мой эфир набрал 287 тысяч просмотров в интернете, и тысячи, просто тысячи мам написали мне слова благодарности, что, да, действительно, они после моего эфира увидели у своих детей такую же, да, точно такие же звоночки, проблемы, да, какие-то вторые пространства в телефонах, да, которые дети скрывали от родителей, вот, знаете, вот одна и та же история, да, это волосы, пирсинг, нанесение телесных увечий, да, какие-то порезы. Резала как-то руки, ну, слава богу, у моего ребенка этого не было, да, но многие мамы, да, они просто по-разному это проявляют. У многих мам, к сожалению, это заканчивалось все летальным исходом, суицидом. А там только девочки, вот вы часто говорите? Ну, знаете, в основном, вот как мне писали мамы, что большинство это, конечно, были девочки как раз возраст 12-14 лет в среднем, да, аниме это не, это идет просто как воронка, да, в суицидальный контент, где они пропагандируют вот философию смерти, да. Если смотреть традиционную японскую культуру, там, конечно, нет такого стремления, да, это специально сделано под японскую, то есть под псевдо-японскую, это на самом деле просто технология вовлечения, вот во всякого рода такие деструктивные действия. Почему они изначально деструктивные? Они вот в нормальных семьях растут. Ну, на самом деле, к сожалению, традиционное воспитание, когда уступило место нетрадиционному, стали у нас расти дети с короной на голове, вот этот педоцентризм, когда вокруг, да, безответственные, инфантильные, без нормального мировоззрения, и вот именно такие люди могут, как вот эта рыба, клюнуть на любую приманку. Вот в частном случае это было аниме. В каком-то случае будет нынче там запрещенное экстремистское там, ауе, там, в другом случае это будут какие-то еще деструктивные проявления. То есть если человек не воспитан вот в традиционном плане, он очень уязвим. А дальше просто форма существует. Сначала вовлекают в какой-то депрессивный контент, потом с помощью определенных технологических заходов смотрят пользовательскую активность, где лайкнул, где репостнул. То есть ага, это не просто так пришел человек посмотреть, да, а он уже в этом как бы участвует. А дальше ему предлагают зайти в следующую группу, а дальше ее закрывают и так далее. Важны именно социальные сети. Да, дочка была в какой-то социальной сети. Ну, конечно. Об опасности аниме-секты давайте посмотрим наш сюжет. Японское аниме заметно отличается от мультфильмов, создаваемых в России и других странах мира. Изображение персонажей в искаженных пропорциях, нереалистичная цветовая гамма, либо слишком яркая, с контрастными оттенками, либо наоборот мрачная, состоящая в основном из черных. Такая эстетика очень привлекает современных подростков. Но они даже не догадываются, какая опасность скрывается за этой картинкой. Сцены убийств и насилия, различные извращения, преподносятся как нечто нормальное, естественное, формируя у подростка с неустоявшейся психикой искаженное представление о реальности, о человеческих ценностях. В конце концов, это приводит к апатии и тяжелым формам депрессии. Герой таких мультиков обычно одинок, не понят, часто сам является жертвой насилия. Насилие для него — норма жизни. Как отмечают психологи, увлекающиеся аниме-подростки значительно чаще оказываются в группах смерти и гибнут уже от действий их кураторов. Аниме-культ стал одним из основных способов манипуляции детьми в сети, уверены специалисты по киберугрозам. Через мультипликацию и общение в тематических интернет-сообществах подросткам навязывают суицидальные мысли, настраивают против родителей, склоняют к гомосексуализму. После обработки дети замыкаются в себе, сбегают из дома, а многие и вовсе хватаются за нож. Изначально подросток пытается кардинально изменить свою внешность, затем отдаляется от родителей и полностью замыкается в себе. На законодательном уровне уже ведется борьба с такими деструктивными организациями, но все же психологи и сектоведы советуют родителям любыми способами стараться оградить детей от этой опасности. Мы продолжим наш разговор с Еленой и продолжим разбирать ее ситуацию. Единственный способ научить ребенка, как вот нас в детстве учили, как вообще нормальных людей надо учить, никогда, ни с кем, вот если ты его не знаешь лично в жизни, не видел, не знакомится ни при каких обстоятельствах. Может быть сейчас вот нет общения такого настоящего, живого, и подростки ищут этого общения? В нашем случае однозначно дистанционное обучение сыграло роль. Это однозначно. Опять же, я как мама хочу сказать, я с детства никогда... Я воспитывала так, что я учила своих детей, что нельзя общаться с посторонними людьми. Но я никогда не учила их не общаться с детьми. Понимаете? Они же в соцсетях, вот эти взрослые люди, которые воздействуют, да, они же через детские контенты, да, они пишут моей дочери, а сколько тебе лет? Сабрина пишет, а тебе сколько? Она говорит, нет, ты сначала скажи, да, просто меня за это гнобят, за мой возраст. Ну, Сабрина пишет, мне 12, а та девочка пишет, а мне 11, да. И они вот через... Там вовсе не девочка, я не 11. Да, а там вовсе не девочка, да. Отец Сёдор, у меня к вам вопрос. Вот скажите, если ребенок имеет такую духовную постоянную практику, посещать храм, исповедоваться, причащаться, я вот так считаю, что у него шансов быть вовлечен в подобные секты деструктивные меньше гораздо. Безусловно. Во-первых, все-таки его ограждает благодать Божия, да, Господь, хранящий младенца, как говорит пророк Давид. А во-вторых, он живет другой глубиной. Понимаете, и в этом смысле он ориентируется на какие-то другие вещи. Мне кажется, что беда, во-первых, потому что часто вот это отсутствует, но беда еще, вот Михаил Игоревич говорил, что нет традиционного воспитания. Понимаете, нет традиционного общения родителей с детьми. Есть научение. Но ребенок не будет открыт сердцем за то, что вы ему объясняете, что нельзя переходить улицу на красный свет. Или что надо делать математику. Должно быть постоянное, почти ежедневное общение отца и матери с ребенком на том поле, которое ребенку интересно. И вот тогда его сердце будет ваше, тогда у вас будет связь, и он будет управляем. То есть, когда возникнет беда, опасность во время переходного возраста, он все-таки придет к вам это обсуждать. Вот как здесь посоветовать с дочкой поступить, если нет этого постоянного общения, практики, еженедельного похода в церковь? Кулинг как раз была. Молитвы. Вообще нет. Было это все? Конечно, да. Как вернуть девочку тогда? Кстати, я вам один пример могу привести. Что можно посоветовать? Да, могу привести пример. У нас в приходе была девочка, чуть постарше, которую затравили одноклассницы в школе. Вот там занят тот внешний вид, она и сама готова была все это принять. И затравили настолько, что у нее родители нашли вот этих вот синих китов, она стала рисовать знаменитых, да, и забили тревогу. Хотя тогда это еще не было известно, но поняли, что это что-то не то. И сделали так. Они взяли ее на домашнее обучение. Слава богу, девочка умная, она успевала уроки делать. Но мама отодвинула все остальное, и в течение трех-четырех месяцев она каждый вечер садилась с девочкой смотреть сериал, который был интересен девочке. И разбирать. Вот они там нарежут сыр, допустим, нальют чай, посмотрят серию. И начинают работать как два режиссера, обсуждать. Причем мама спускается на этот уровень. И девочку вытянула. Вытянула, все нормально. Девочка кончила школу, поступила в институт, и все нормально. То есть, конечно, это лечится общением. Получается, что вот это, ну это фактически смертельная опасность, вот как Елена описывает, да? То есть надо, получается, все отодвинуть и просто спасать ребенка. Очень важный момент еще. Это когда уже попал ребенок, там все сложно. В одном случае можно, вот так, как батюшка говорит, вытащить. А в некоторых случаях, к сожалению, мы знаем, что уже и нельзя. Они просто на контакт не идут. Ты с ним садись, ну вот садись, а он не будет с тобой разговаривать уже. То есть вот до этого важно не допускать. А чтобы до этого не допускать, вот основная ошибка сейчас у взрослых следующая. Значит, ребенку 7-8 лет, ему уже, значит, покупают гаджет, дают ему сим-карту, которую он не может сам купить. Она вообще одну секундочку по паспорту только можно купить, да? И он спокойно в соцсетях там сам уже плавает. И что интересно, потом невозможно это забрать. Вот если бы на берегу договаривались, что подожди, вот тебе сейчас будет 14 лет, да? Я тебе возьму сим-карту, но я буду заходить, ты пароль на бочку, я буду заходить, смотрите, я не буду тебе мешать. Я же должна знать, вот с кем ты общаешься на улице, правильно? Ты же не против этого, не против. Когда ты гуляешь на улице, это ты же не против того, чтобы я знала, где ты с кем гуляешь, правильно? И здесь то же самое. Я же не вылезаю у тебя на улице в разговоры с твоими друзьями, не вылезаю, но я знаю, где ты. Поэтому я всегда имею право зайти, посмотреть, и в случае опасности какие-то меры предпринять. Но об этом надо договариваться заранее. До 14 лет все-таки я бы посоветовал. Кнопочный телефон. Кнопочный телефон и все. Но это невозможно, батюшка. И если это первый телефон, который вы ему даете... У нас вызовы такие каждый день очень сложные, поэтому нам надо как-то приспосабливаться. Сегодня смартфоны есть у всех школьников. Вот с первого класса у них у всех есть. Слава богу, сейчас в школах отбирают перед уроками. Они, кстати, с этим соглашаются. Пусть и ворчат, но соглашаются. А вот как нам, родителям, это брать? Правильно Михаил говорит? Надо договариваться заранее. Я бы здесь еще посоветовал, конечно, показать и рассказать очень много разоблачительных материалов на эту тему. И вот показать этих людей, которые представляются вот этими девочками, это абсолютно асоциальные личности. Они даже на вид мерзкие, просто мерзкие. Это люди, которые получают наслаждение от того, что втягивают ребенка в суицидальные наклонности и провоцируют совершить самоубийство, в конце концов. Это, в общем-то, маньяки определенного рода. Но когда их вытаскивают на белый свет, когда им выламывают ОМОН двери и арестовывают, они совершенно другие. Это как растекшийся слезняк по асфальту. Брусы. Вот их надо показать. Показать вот эту брусость. Показать, они же скрываются, они думают, что они сильные и смелые. А показать, как человек ничтожен, когда к нему приходят и уничтожают вот эту вот секту. Как спасти близкого, если он попал в секту? Продолжим об этом разговор после рекламы. В эфире службы спасения семьи. Мы продолжаем обсуждать очень острую проблему вовлечения детей, подростков в деструктивные секты. И с нами по-прежнему Елена, у которой дочь попала в такую секту. Но, Елена, вот перед тем, как спросить, что сейчас происходит в семье, меня очень волнует вопрос, о чем дочка общалась с вот этими вот подставными аккаунтами? В чем был ее интерес? Что она им говорила? Ну, смотрите, мой ребенок, она очень открытая, да, она вот всегда с такими широко распахнутыми глазами, да, бежит навстречу к миру. И все девочки, ну, любой ребенок, который пишет ей в соцсетях, да, там, привет, ты такая красивая, да, давай с тобой дружить. Она, конечно, всегда отвечала там положительно, да, что и привело к тому, да, к чему привело. Соответственно, о чем они общались? Общались в основном, обсуждали какие-то, знаете, это просто как комментарии, да, вот в каких-то соцсетях, где они комментируют какие-то видеоролики, да, ей присылают какой-то контент, да, контент был разного характера, да, такого характера, от которого у меня волосы, да, даже дыбом вставали. И на самом деле больше шла тема обсуждения там внешности, да, тебе пошла бы, например, такая, знаете, это не задание в прямом, там не обсуждается, что Сабрина, да, я тебе рекомендую подстричь волосы под мальчика, да, они просто это обсуждают в группах, да, что это модно, это сейчас такой тренд, да, модно прокалывать носы, да, делать себе по 3-4 сережки там в ушах, да, допустим. По поводу кнопочных телефонов, опять же, да, хочу сказать, что очень многие мамы писали мне, что находили у своих детей смартфоны, просто дети их прячут, они ходят с кнопочными телефонов, они во дворе, да, они во дворе берут там у соседа, да, своего, тот же телефон и также регистрируют в соцсетях, у них сейчас по 3, по 5, по 10 аккаунтов, просто родители не знают, и те родители, многие, к сожалению, которые говорят, что у нас в семье этого нет, я думаю, что просто они не до конца осведомлены, к сожалению, да, и поэтому вот для чего я здесь, да, так как, когда произошел этот несчастный случай, я слышала, да, как мама, вот как тетя этой девочки плакала в трубку и просила, да, говорила, почему вы меня не предупредили, Елена, да, раньше об этом, мы просто плакали вместе, я поняла, что я не могу больше молчать, и я хочу, да, донести до максимального количества там родителей. Вы уже спокойны за дочь? Нет, не совсем, знаете, мы уже прошли, да, там, не одну консультацию, и как мы работаем с кризисными психологами, да, и как нам объяснили, что, чтобы до конца разобраться с этой ситуацией, да, это не одна-две консультации, на это потребуется, да, возможно, и год, чтобы ребенок пришел в себя, да, и я могла бы быть спокойной за нее. А как вам удалось вообще ее довести до психолога, если она держалась закрытой, и вообще на контакт с ней выйти сложно? Ну, знаете, здесь, в этом случае у меня с дочкой доверительное отношение, у нас не было такого, что она мне не рассказывала, мы с ней сели, спокойно поговорили, я объяснила ей, чем это может быть, все закончится, да, дальше, когда в соцсетях я вышла в эфир, да, также я показала ей обратную реакцию, где тысячи мам мне писали, да, у меня ребенок неделю назад вышел в окно, да, мы забрали телефон, он вышел в окно, да, и я объясняла, что, Сабрина, только мы вместе, да, с тобой, объединившись, можем помочь друг другу, да, что запретами здесь проблему, ну, не всегда можно решить, да, поэтому только разговоры, да, только беседы, и сейчас она, я стараюсь, конечно, полностью ее все время свободное занять, да, это театральная студия, да, это какие-то дополнительные кружки, секции, где она, то, чем она, где она живет, да, и занимается там, где занимается любимым делом своим. Знаете, нам чего не хватает во всей этой истории, вот в свое время, когда эта проблема была вскрыта, были созданы несколько организаций, они, к сожалению, все общественный характер носят, но были энтузиасты, они есть до сих пор, которые борются вот с такими движениями, с такими сектами, с такими организациями, выявляют, вылавливают, передают правоохранительные органы. Вы, я так понимаю, не обращались, какие такие организации? Нет, вот я сейчас как раз благодаря, да, Михаилу Игоревичу буду, надеюсь, данной ситуации. Потому что здесь обязательно надо привлекать правоохранительные органы, потому что люди, стоящие за этими фейковыми аккаунтами, это преступники, это настоящие преступники. Да, многие уже из них мне написали в личку, поэтому я примерно, да. Ну, ну скажи, угрозы, угрозы были, да, угрозы были, но я не реагирую, я просто их обладаю. Значит, вы не реагируете, вы должны реагировать. Да, ну, вы же понимаете, что это фейковые, да, ну это же фейковые аккаунты, понимаете, их там вычислять, вычислять, это просто... Нет, вы не вычисли, а специалисты вычисли. Конечно, да, возможно, да, но я просто уже, мы, конечно же, обращались, мы обращались, да, и у меня, как бы, писали даже заявление, да, и мне сказали, что этим занимаются, да, этим вопросом. Вот, у дочери мы телефон забрали на время, да, сказали, что также за ее аккаунтами всеми следят, и все ее переписки, да, с вышестоящей органы читают, поэтому она, как бы, сейчас... Очень интересно, что писали, кстати, в голове, ну, это... Ну, писали, да, писали, это, на самом деле, ну, люди, которые, ну, явно, да, с проблемой, у которых с психикой, да, даже по голосовым текстовым сообщениям, что, что я... Контекст был в текст... Они не стеснялись даже голосовые тексты? Смысл в том, да, был, что, что я натворила, да, как я могла вообще это все озвучить, да, и что я разрушила вообще всю эту систему, и сейчас дети в этом аниме, они видят себя, да, а я, ну, как бы, да, вот... Что это какая-то манкуляция? Лишила смысл детей. Лишила смысл детей вообще, да, и что я натворила, и что сейчас пойдут ряд суицидов, да, из-за того, что, как бы, мы вскрыли это. Как она себя чувствует сейчас? Ну, не могу сказать, что хорошо, да, мы пока занимаемся ее реабилитацией, да. Все-таки важный вопрос. В храм девочки ходят? В храм вот на данный момент, конечно же, нет. Да, на данный момент нет. Почему, конечно же, нет? Потому что у нее идет непринятие, да, потому что идет непринятие, есть реабилитация. Батюшка, отец Федор, скажите, вот как ее подвести к тому, чтобы вернуть все-таки, чтобы она спасение увидела в этом? Мы сейчас запланировали поездку, да. Как с ребенком поговорить? Ну, можно, допустим, договориться с священником, я не знаю, чтобы он приехал, осветил квартиру, например. Просто, чтобы она поняла, что это нормальный, вменяемый, там, радостный человек, который ее не укусит. Вот, потом уже, если как-то расположится она, давай съездим вот в храм, вот так вот. Но сначала надо убрать основную проблему. Сначала, как бы, ограничить вот воздействие, вот это вот ограничили. Какое-то время прошло, значит, вот эти как раз доверительные разговоры, совместный просмотр, то есть рационализация, как говорят психологи. То есть из вот этого эмоционального состояния выводим в рациональное, когда можно что-то говорить, объяснять, и человеку что-то становится уже понятным. Все-таки родители должны этот первый шаг делать, они сами должны прийти к священнику, и священник должен появиться сначала у родителей своим примером, уже потихоньку подойти. Конечно, есть молитва родителей за детей, есть молитва матери отдельная, несколько молитв, которые надо обязательно практиковать, обязательно надо молиться. Мы ходили, конечно же, в храм, мы ставили свечи за упокой, да, вот. Идут и девочки. Конечно, да, поэтому. Очень сложная тема у нас сегодня, это служба спасения семьи, и мы с вами прервемся на небольшую паузу. Не переключайте. В эфире служба спасения семьи. И с нами на связь выходит сектовед Игорь Иванишко. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, у нас сегодня в студии Елена, дочь которой попала в очень сложную ситуацию, втянута в деструктивную секту, фактически секту, заманили через аниме, через эту идеологию аниме, такую субкультуру молодежную. А в итоге оказалось, что это люди, фактически, как я их называю, преступники, по сути своей, которые наших детей обманывают и заставляют совершать страшные действия, вплоть до суицидальных. Вот расскажите, пожалуйста, об опасности таких организаций, таких сект, которые втягивают наших детей. Ну, знаете, сейчас достаточно много исследователей, психологов, социологов, педагогов, которые исследуют вопросы, связанные с влиянием аниме-культуры. Сейчас у нас есть даже понятие, феномен аниме-культа. То есть, потому что мы видим сходство с деструктивными культами, с различными движениями, пакетами, которые негативнейшим образом влияют на психику, на здоровье человека. Простите, я вас перебью, но это же фактически культура смерти. Это мошенники, преступники, которые наших детей под видом друзей заманивают в эту организацию. И мы сейчас уже начали обозначать, что это секта, да? Это очень страшно. Какая-то борьба с этой организацией ведется? Если следовать вот такой четкой терминологии, то это все-таки движение. То есть, это все-таки культ, аниме-культ. При этом нужно отличать в целом от японского искусства публикации, основанного на манго. То, что сейчас используют в аниме-культе, используют именно те жанры, те направления, которые являются крайне опасными. Если мы видим, какие сейчас поджанры являются такими психологическими ключочками для несовершеннолетних, то мы видим, что это как раз и насилие, это и жанр, который распространяет депрессию. То есть, там, философия смерти. То есть, получается, молодой человек подсаживается на 30-серийные аниме, где, по сути, каждую серию ему указывают, что родители слушаться не надо, что его мир не понимает, что он только сам может как-то разобраться в этом. И в последний шаг, на самом деле, что нужно уйти из этого мира. То есть, вот это некая страшная игра. И, на самом деле, когда нам говорят, что «ну что вы боретесь с искусством?», а на самом деле, если посмотрим на Японию, еще в 50-х годах были созданы специальные комиссии, комитеты педагогов, родителей, которые уже тогда боролись, видели опасность аниме-культуры именно в деструктивных жанрах, да, вот именно в таких опасных. Вот вы, судебный эксперт, вы часто выступаете в таких процессах, в этих уголовных делах, где требуется помощь специалиста. Дайте сейчас совет. Вот сидит у нас мама, дочь, которая попала в эту ситуацию, еще до конца не вышла из нее. Какой совет можно дать родителям? Как оградить детей от этой опасности? Смотрите, здесь есть несколько методов, да. Первый, конечно же, мы всегда используем помощь профессионала. Бывает так, что когда привлекается психолог, там, возрастной психолог, психолог по консультированию по кризисным ситуациям, бывает, не всегда понимают характер вот этого аниме. То есть нужно все-таки приглашать специалиста. То есть у нас сейчас такие специалисты, которые занимаются именно по выводу из подобной зависимости, которая связана с различными интернет-движениями, вот, аниме-культами, есть у нас там движение АУЕ, да, у молодых, то есть у нас есть психологи, которые работают, например, с этой молодежной криминальной субкультурой. То есть есть специализированные психологи, то есть это обратиться к специалистам, которые могут и по телефону проконсультировать, как сейчас вести себя родителям. Рекомендуют, например, родителям уехать вместе с ребенком куда-нибудь отдыхать, где нет там Wi-Fi, да, указать на то, что вот, извини, вот сейчас мы с тобой просто отдохнем. И бывает так, вот этот перерыв, когда вот это с иглы сходит вот молодой человек, помогает. Вот сколько раз вот мы видели, что результаты дает как раз вот какая-то пауза, когда человек входит в нормальный режим, то есть они начинают заниматься спортом, читать книжки, все. Но на самом деле способов очень много, это нужно целую лекцию проводить. Я думаю, что психологи свяжутся, то есть, точнее, вы свяжетесь с психологами, и они вам подскажут, как может быть на кисте... Спасибо большое, спасибо за ваши советы, что были с нами на связи. Осяц Федор, вот хочется вас именно спросить, все-таки тут самое главное, это духовная составляющая, а очень часто ее нет. И на первый фронт выходят родители, вот что им делать? Давайте я повторю кратко. Первое, надо работать до, до переходного периода. Надо вместе с ребенком проводить для него интересное время, строить баню, ходить на лыжах, читать книги, рассказывать сказки, играть во что. Первое, второе, все-таки надо вместе с ребенком молиться. Если семья вместе молится, образуется единство Божьим присутствием. Такое, какого ни одна земная любовь не создаст. И вот тогда есть и ключи к душе совершенно другие. Если хотя бы вечером вся семья, может быть, кратко, но вместе молится. Если это произошло, очень хорошо действительно взять и вывести куда-то ребенка, оторвать, оторвать его от этого контента. Поэтому Елене мы советуем, конечно же, обратиться с молитвой, не прекращать молиться за свою дочь. Вы увидите, как она изменится. Вы увидите. И тому много-много примеров. Потому что Господь милостив, Он поможет точно. Елена, мы попытались обсудить вашу ситуацию, попытались вам помочь. Потому что ситуация требует помощи. Вы одна с ней не справитесь, хотя у вас много единомышленников, вас поддерживают. Да вы и самая сильная женщина. Но вот сегодня, в этом кругу, когда мы обсуждали эту проблему, скажите, вы получили ответ на те вопросы, которые вас волновали? Получили какую-то действенную помощь? Конечно, да. Я очень благодарна, во-первых, за ваше приглашение. Да, я соглашусь, что надо чаще все-таки ходить в храм с ребенком. Потому что в силу своей работы, деятельности, да, не всегда это, к сожалению, удается. И отчасти я абсолютно согласна с батюшкой, что перестали мы ежедневно молиться. Я сейчас вспомнила, что раньше у меня прям дети, отче наш, каждый день читали. И они знают его наизусть. И потом в какой-то момент, видимо, да, вот это вот упущение. Поэтому здесь в любом случае я хотела бы донести до всех мам, да, и вот то, что мы все собрались, это во благо вообще всем, да. И благодаря вот этой программе, вашей передаче в том числе, я думаю, мы спасем тысячи, да, детей и сотни поможем мамам, да, увидеть своих детей немножко с другой стороны. И хотя бы заглянуть в их телефоны, сесть, да, и поговорить с ребенком. Потому что зачастую, да, в суете бытия, да, многие как бы не успевают этого сделать. И кажется, что ребенок дома, да, ребенок хорошо учится, висит на доске почета, да. Оно не всегда оказывается, проблема скрывается очень глубоко. Вот вы пережили уже этот опыт такой печальный, да. С одной стороны, к сожалению, но с другой стороны, вы можете транслировать этот опыт, тысячам других женщин, как вы правильно говорите, что на вас очень много мам подписалось. Какие-то вот обозначьте сами уже тревожные моменты, на которые нужно обратить внимание в поведении ребенка. Ну, во-первых, конечно же, это колоссальное, да, количество времени, часов, к сожалению, которые они проводят в социальных сетях, да. И агрессия, да, та агрессия, которую, допустим, раньше родители не замечали за своим ребенком. Во-первых, это действительно какая-то зависимость от соцсетей, когда человек выбирает уже какую-то нереальность, а каких-то там непонятных друзей, действительно вовлекается во всю историю. Это первое. Второе, это, конечно, когда начинает такой, чувствуется протест, да, ведь те же самые порезанные руки, это не, к суициду не имеет обычно отношения никакого, это самоповреждающее поведение. Это протест, да, это попытка там привлечь внимание. Надо внимательно просто смотреть, как изменяется мировоззрение ребенка. А для того, чтобы это понять, надо, чтобы у тебя у самого было мировоззрение, чтобы ты понял, куда оно сдвигается. А если ты в храм не ходишь, ты сам неверующий, ты этого никогда не поймешь. И конкретно здесь были там пирсинги и вот эти симптомы. В другом случае будет другое, но нам важно во всех случаях это предотвратить. Поэтому надо заниматься в первую очередь собой, своим мировоззрением, своим пониманием этой реальности и жить в этом мире, и понимать, и в чем смысл жизни. И можешь передать тогда это ребенку. И понимать там, в чем смысл создания семьи. И вообще вот эти смыслы, вот эту базу надо уметь передавать детям на понятном языке. И тогда не так будет просто всем этим справиться с вот этими детьми, на которых они напали, потому что у них все это не сформировано. Попробуй исправься с человеком, у которого это нужно. И конечно, конечно, надо уделять больше внимания детям. Потому что лучшие специалисты, лучшие психологи – это родители. А в современном мире, посчитали специалисты, родители уделяют сутки своему ребенку от 20 до 40 минут. Это отличное общение. Поэтому вечером перед сном подойдите к своему ребенку, прочитайте молитву, перекрестите, спросите, какие у него сегодня были события, какие хорошие события произошли. Пожелайте ему спокойной ночи, добрых снов. Возможно, вот это когда войдет в привычку, он начнет вам что-то рассказывать. Поэтому внимание, терпение и любовь. Любите своих детей и этим спасете их. Елена, у меня такой вопрос. В школе вообще знают об этой проблеме? Учителя как-то обращают внимание на этих подростков? Ведь они иногда и вот эти порезы в школьном туалете делают. Учитель-то чаще видит, чем родители, как выясняется, наших детей. Они как-то пытаются обратить внимание, хотя бы сказать, вы родители посмотрите. Или чем-то помочь даже. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Родители, учителя тем более не осведомлены. И хотелось бы, конечно, максимально донести эту информацию и до них. Чтобы как-то разговаривали, хотя бы на родительских каких-то чатах доносили эту информацию. Я обязательно скину, в том числе, вашу передачу в этот эфир. Хотя, когда я присылала свой эфир, мне сказали, что Елена неактуальна в общем чате присылать эту информацию. Я говорю, здесь надо кричать просто на весь мир. Это кто сказал, родители или учителя? Да, родители. Мне сказали, что это чат. Споказать, не коснулась моего ребенка. Меня это не интересует. Мне было это удивительно. Я говорю, тут не то, что надо идентифицировать чаты, куда можно, а тут надо просто кричать на весь мир, что это масштабная трагедия. И это касается каждой семьи, а не только моей семьи. И, к сожалению, многие не понимают. И каждый думает, что в их семье это точно не произойдет. Михаил, ну как правильно поступить? Кто это должны быть? Учителя или это священники? Кто должен вообще эту тему поднимать и решать? Ну, есть очень небольшое количество, на самом деле, учителей, психологов, которым этому можно научить. Если специалисты практики, я, например, таких знаю. То есть мы во многих регионах бываем, в советах, мы практики, мы знаем, о чем мы говорим, потому что мы это все видели. И есть такие специалисты. Мы можем научить, но только мотивированных людей, потому что 100% учлений научишь. И среди батюшек не каждый может зайти в класс и компетентно об этом поговорить. Потому что если они знают больше, чем, например, он, то это не будет доверия. Сейчас дети уважают, знаете, кого? Кто обладает информацией, кто может ее действительно объяснить и показать. И заинтересовать. И заинтересовать. То есть это нужно воспитание специальных, собственно говоря, спикеров, чем мы уже занимаемся на самом деле. И существуют программы уже, так сказать, и в общественной палате. И вот мы, так сказать, с Иринового нет буквально на днях говорили. И в Госдуме сейчас этим очень озабочено. Поэтому мы, собственно говоря, этим занимаемся. И просто нужна и молитвенная помощь, и в какой-то степени там организационная. Я думаю, что мы победим всю эту дрянь, безусловно. А с родителями непонятно, почему они так реагируют. Потому что это отрицание. Для любого человека какая-то крайняя информация. Он будет, ну как, чур-чур-чур, это не про меня, у меня такого быть не может. А потом ему надо время, чтобы к этому подойти. Вот, к сожалению, Елена теперь поняла. И то со временем. Сначала у них тоже было отрицание. Нет, меня это не коснется, этого у меня не будет. Потом вот пришло, и она к этому пришла. И вот когда общество у нас в целом придет к осознанию, что это действительно очень серьезное правило. Это реальное, вот я прямо могу сказать, там, я не знаю, в камеру. Это реальная война идет. И война там с определенными целями. И мы примерно знаем эти цели. Вот мы должны становиться воинами и всем вместе, всем народом, собственно, против этой дряни воевать. Здесь же очень важный вопрос. Пустит ли вас школа? Пригласит ли школа? Потому что Министерство просвещения союзник в данном случае? Сторонний наблюдатель? Или наоборот оппонент? Павел Алексеевич, нас в школы приглашают, потому что мы эксперты, наоборот, сами зовут еще, да. И не просто в школы, а региональное министерство образования прямо сами просят. То есть запрос у них в этом есть, безусловно. Вот с реализацией не всегда, как бы, там хорошо работают. Что касается, так сказать, федерального, ну, для этого существуют экспертные советы. Я думаю, что этот вопрос, и с вашей помощью тоже, я надеюсь, мы как раз тоже будем решать еще более успешно. Отец Федор, зовут вас в школы? Вы знаете, да. Сейчас поеду в навигаторскую школу. Там мальчики, я буду с ними разговаривать. Но я хотел бы Михаила Игоревича спросить. Все-таки в каждой школе, по крайней мере, городской, теперь есть штатный психолог. Можно ли его вооружить какими-то простыми тестами и знаниями, чтобы он мог определять детей, которые падают в эту воронку? Очень коротко, батюшка, отвечу, что вооружить-то можно. Тесты опросники. Но даже если опросник, во-первых, очень легко обмануть. Нежелание самого тестируемого. Это первое. Второе, если даже выявил, ты подойдешь к нему, думаешь о суициде. Он говорит, нет. И все, ты дальше с ним ничего не сделаешь. А самое главное, мы должны стоять за своей ценностью. Мы должны все встать и сказать, прекратите вот это вот то, что происходит. Вот эта безнравственность, вот это вот извращение, пропаганду извращений. Вот тогда мы, в принципе, все справимся с этим. Отец Федор, в окончании нашей программы, как итог такой, именно от вас хочется получить духовный совет. Что делать родителям для профилактики вот таких вот деструктивных течений? Если уже мы проворонили период до вот этого кризиса и не сложили с ребенком доверительных, теплых, сердечных отношений, то надо просто встать на колени и молиться Господу. Вообще, надо сказать, что христианин любое дело, которое он делает, может как бы на руках принести Бога и сказать, ты мне дал это служение. Дай мне благодать налил. Родительство, как служение. Да, родительство тоже. Священство. Быть хорошим психологом, ведущим, кем угодно. Я делаю это как служение тебе. Дай мне ключи, верни мне ключи к этой душе. И если, да, вот как говорят, молитва матрица одна море достанет. Если человек в этой молитве будет гореть, Господь даст. Понимаете? Он даст, потому что он связал вот эту мать и отца с вот этим ребенком своим промыслом. Ключи появятся. Но нужно взять какой-то молитвенный подвиг и просить у Бога помощи. И найдется. Найдется как снова достучаться и открыть эту закрытую дверь. Отец Федор, спасибо большое за ваш ответ. Спасибо всем нашим гостям, Елене. В эфире служба спасения семьи. С нашими экспертами и священниками мы будем стараться помочь спасти вашу семью. Присылайте ваши письма на наш электронный адрес или по номеру телефона. Обращайтесь, звоните, пишите. И помните, безвыходных ситуаций не бывает. Божьей помощи. И до скорой встречи.